Тему отмены утильсбора в Казахстане продолжим обсуждать с нашим гостем. У нас на связи Артур Мискарян, генеральный директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Артур, озвучьте вашу позицию. Почему важно сохранить утильсбор? Знаете, я бы хотел отметить по итогам работы, по итогам деятельности рабочей группы, которая более месяца проходила, одну интересную вещь. Дело в том, что как инициаторы петиции, так и бизнес, и боссорганы в том числе, все были едины в одном. У нас в стране есть определенные проблемы с состоянием автопарка. Все говорят о среднем возрасте, который достаточно высоким остается. По разным оценкам это примерно 17 лет сейчас средний возраст автомобиля. Так вот, сторона бизнеса и сторона государства говорит о том, что обновить автопарк мы можем путем введения в эксплуатацию новые техники, то есть повышать производство внутри страны. И эту технику здесь реализовывать. И это отчасти действительно может быть решением. Сторона инициаторов петиции говорит о том, что необходимо снимать таможенно-тарифные барьеры и таким образом обновиться автопарк. Но это мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что это не рабочий подход по той простой причине, что у нас с вами есть опыт проведенной легализации. По сути дела, это был прецедент, когда без утилизационного сбора более 300 тысяч автомобилей в нашу страну были введены. Но дело в том, что средний возраст тех автомобилей, которые также были введены по легализации, он как раз-таки тоже тяготеет к 20 годам. Соответственно, снижение таможенно-тарифных барьеров – это вообще не рабочее решение для решения проблемы с средним возрастом автомобилей в стране. Поэтому нужно как повышать производство внутри страны, а для этого необходимые меры таможенно-тарифного регулирования, такие как утилизационный сбор, так и, прямо скажем, вычищать страновой автопарк от тех автомобилей, которые уже давно не соответствуют требованиям безопасности и экологическим стандартам. Соответственно, чтобы вычищать страновой автопарк от такой старой техники, необходимо налаживать индустрию по утилизации техники. И, соответственно, это то направление, которое будет развиваться как раз-таки в прямой зависимости от величины утилизационного сбора. То есть это означает, что снижая ставку или отменяя этот вид сбора, в принципе, мы, по сути, отказываемся от возможности утилизировать старые автомобили, ну и, соответственно, закрываем для себя возможность для того, чтобы очищать автопарк от старых автомобилей. Вот еще одна из претензий к утилизбору, но самая распространенная, так скажем, что она заключается в поддержке как раз-таки отечественного производителя, о котором мы постоянно говорим. И тут тоже много критики о том, что, ну, вроде как мы просто прикручиваем колеса, да, и зачем при этом получают, значит, производители субсидии от государства уже помимо всего. Вот как, на ваш взгляд, зачем нам поддерживать своих автопроизводителей? Знаете, ну, если отвечать в двух словах, то, в принципе, машиностроение, автомобильная отрасль – это один из немногих для нашей страны, с учетом нашей географии, вариантов, которые позволят в будущем, ну, по меньшей мере, снизить зависимость от сырьевого экспорта, ну и как максимум, в принципе, отказаться от этой зависимости в будущем. Почему? Потому что сырьевые ресурсы, они, к сожалению, как мы все понимаем, не бесконечны, и, соответственно, для развития экономики необходимо создавать и развивать те отрасли, которые надбавленную стоимость оставляют внутри страны. И это очень важно, во-первых, с точки зрения того, что у нас внутри страны, на своем рынке, остается стабильно высоким спрос на автомобили, и при этом с точки зрения экспорта в последние годы для нас также расширяется потенциал, и об этом говорят, по сути дела, все международные партнеры, которые в том или ином виде присутствуют на казахстанском рынке и, кстати говоря, инвестируют свои собственные средства в создание предприятий в Казахстане. На самом деле в дискуссии вокруг утилизационного сбора есть одно драматическое, на мой взгляд, заблуждение, которое заключается в том, что все казахстанцы платят утилизационный сбор, что на самом деле не так. Мы с вами понимаем, что в прошлом году 200 тысяч жителей нашей страны приобрели новые автомобили, при этом 160 тысяч этих автомобилей, это была техника, выпущенная в Казахстане. И, собственно, в цене вот этих автомобилей, а это примерно 70% всего рынка новых авто, утилизационного сбора нет, по той простой причине, что вот именно так и работает политика государства в этом направлении. Это значит, что если человек покупает автомобиль, выпущенный в Казахстане, то утилизационный сбор никаким образом не сказывается на его, скажем так, финансовой нагрузке. Другое дело, что если человек завозит готовый автомобиль из другой страны или покупает импортный автомобиль, то да, действительно, в его цене утилизационный сбор есть. Почему? Потому что у государства есть глобальная стратегическая задача развивать отрасль внутри страны, и для этого необходимо повышать привлекательность отечественного продукта для потребителя. Каким образом? В первую очередь за счет цены. Ну да, тут как бы все признают, по сути, что по поручению президента ставка снизилась вдвое, но, тем не менее, заявляют некоторые критики, что она все равно достаточно высокая по сравнению с той, которая есть в мире. Вот по этому поводу тоже, знаете, вот вы очень важную тему озвучили. Дело в том, что когда в 2022 году принималось решение о снижении ставки на 50%, ну, давайте говорить прямо, это решение принималось под информационно-политическим давлением со стороны, и тогда был основной предлог в том, что мы снижаем ставки или отменяем ставки с той целью, чтобы снизить цены на автомобиле. Но здесь можно задаться очень простым риторическим вопросом. Вот после того, как ставки снизили на 50%, ну, то есть в половину, кто-либо ощутил снижение цен на автомобиле или все-таки нет? Нет. Я могу констатировать, что никакого снижения цен на автомобили после того, как это решение приняли, не было. По той простой причине, что автомобильный рынок – это та отрасль, как я буквально вчера на общественных слушаниях говорил, это та отрасль, в которой глобализация победила давным-давно. И цены на автомобили на мировом рынке, они в первую очередь зависят от ситуации на мировом рынке, от соотношения спроса и предложения. Какие-то локальные решения в одной отдельно взятой стране, будь то Казахстан или какая-то другая страна, они в четвертую, в пятую очередь могут сказываться на цене. Я понимаю, да, спасибо вам за мнение, да, в принципе, отчасти я с вами согласна, но эта критика, она обоснованная и она правильная, это должно быть в обществе, на нее нужно нормально реагировать. И, наверное, вот вы говорите, под давлением это было, но все-таки, наверное, люди перестанут критиковать, когда они будут понимать, что это не скрытый налог, они это будут понимать, когда будут видеть, что эти деньги идут по назначению. То есть строятся какие-то перерабатывающие заводы, да, на экологию это как-то влияет, так как декларируют, в общем-то, жилскому дому, да, который эти деньги, в общем-то, собирает и, ну, тратит, да. А как он, куда он отправляет, это тоже всегда вызывает уже дискуссии, но это уже другой вопрос. Знаете, пожалуй, вот это тоже ключевой, на самом деле, вопрос. Дело в том, что действительно это нужно признать, в этом направлении недостаточно работы по, скажем так, толкованию происходящих событий со стороны государства и со стороны отрасли, в принципе, да. Вакуум информации, люди не могут коммуницировать с общественностью, правильно разъяснять, показывать, ну и потом еще как-то, наверное, люди должны на практике чувствовать, что действительно эти налоги работают для нас, правильно же? А у нас с этим тоже было. Знаете, безусловно, я бы хотел выразить надежду на то, что вот эта история на самом деле послужит определенным уроком с точки зрения того, как выстраивать коммуникацию, как выстраивать, опять же, работу по разъяснению тех или иных событий, которые происходят в какой бы то ни было отрасли, будь то автопром или какое-то другое направление экономики. Да, ну и критическое мышление всегда в любых вопросах никому не помешает, кто бы не был прав или виноват. Спасибо большое вам. У нас Мискарян был на прямой связи, генеральный директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. Благодарю.